На телеканале Ертес время первой студии. Добрый вечер. В прямом эфире работаю я, журналист Гульмира Бактиарова. Сегодня будем говорить о наступившем зимнем сезоне, конкретно о том, как избежать чрезвычайных ситуаций в холодное время года. Представлю гостей в студии. Олег Юрьевич Трещев, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. Харадзи Единович Шаймарденов, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 33 90 35. Также можете прислать свои сообщения на WhatsApp по номеру 8 702 812 29 59. И первый вопрос, наверное, такой будет общий. Я понимаю, что, может быть, прогноз дело такое, да, как сказать, неблагодарное, да, но все-таки я у вас спрошу, какой будет зима, какой ожидается зима? Ну, по нашим данным, по данным КАЗ Гидромета, зима ожидается снежная, покров снежный будет до 15-20 сантиметров, вот, сопровождаться будет буранами, метелями, так что потихоньку готовимся уже к зиме, к зимнему периоду. То есть работы будет много, да? Работы будет непочатый край, да. И поэтому тогда такой первый вопрос, насколько готовы спасательные службы сегодня к зимнему периоду? Ну, как вы знаете, мы находимся в зоне с резкоконтинентальным климатом, и зимний период, зима у нас проходит бурно. Это и бураны, и низкие температуры, тут же может потеплеть и гололед, снегопады. И все это вследствие чего происходит у нас различные чересчайные ситуации. Гололед, снежные заносы на автодорогах, заторы, перемерзают теплотрассы, перемерзают водопроводы, обрывы линий электропередач. Все это приводит к гибели людей, к затратам материальных средств. Чтобы как-то уменьшить потери среди населения, людей, сократить затраты материальных средств, мы заплаговременно проводим ряд мероприятий по подготовке к зиме. Ну, во-первых, подготавливаем технику, меняются фильтра на машине, какие-то паяльные лампы, шансовый инструмент готовится. Замена масла происходит, потом технику проверяем на заводку, подготавливается личный состав, готовятся теплые вещи, обувь, какие-то полушубки, шубки. Когда вы меняете уже омбундирование на зимний? Все, мы уже перешли на зимний период. С 15 октября был приказ по гарнизону о переходе на зимнюю форму одежды. И вследствие всего проведен техосмотр техники. Все, мы техника, люди, мы, в принципе, готовы к зимнему периоду. Кроме того, проверяются противогололедные реагенты, это соль, песок. На складах более 10 складов у нас, на них хранится вот эти все. Скажем так, что заготовлено на данный момент более 14 тысяч кубов песка, либо отсева, более 3000 тонн соли. Также на автодорогах определяются снегозаносимые участки, на республиканских, на местного значения. Их у нас где-то более 250. Устанавливаются снегозадержаемые щиты, подготавливаются пункты обогрева, готовятся какие-то дидактические материалы, подготавливаются интерактивные уроки для работы в школах. В принципе, в департамент ПЧС к зимнему периоду мы готовы, и техника, и люди готовы. Вот эти реагенты, они все уже завезены на местах, да? Да, на местах. Плюс ко всему есть опасные места, где идут подъемы, спуски. Там уже завозятся вот эти вот реагенты, засыпаются, скажем так, небольшие объемы есть. Хайрат Зеодинович, может вопрос к вам или кто-то общий вопрос. Что вообще является чрезвычайной ситуацией? Когда вот это уже такой масштаб обретает, именно чрезвычайной ситуации? Ну, чрезвычайная ситуация, это прежде всего обстановка, которая сложилась в определенном регионе вследствие каких-то природных, либо техногенных факторов. Чрезвычайная ситуация, это могут быть и низкие температуры, как я уже перечислил, и замерзание каких-то поселков, тьфу-тьфу, не дай бог, конечно, это что. Вот, чрезвычайную ситуацию это могут объявить, что есть угроза жизни, либо здоровью людей, либо что-то происходит с жизнеобеспечением населения. Допустим, если где-то тепло нет уже более суток, это уже чрезвычайная ситуация. Тогда вы уже подключаетесь. Да, да. Отсутствие водоснабжения тоже, отсутствие подъездных путей и дороги, это тоже чрезвычайная ситуация. Крупный пожар масштабный, тоже чрезвычайная ситуация. То есть чрезвычайная ситуация относится, где есть угроза жизни, здоровью человека, а также жизнедеятельности объектов. Хорошо, будем надеяться, что таких ситуаций будет как можно меньше, или вообще не будет. А у нас, нам сообщают, что есть телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, я хотел узнать, как можно устроиться к вам на работу? Такой актуальный вопрос. Да, у нас в настоящее время очень большой некомплект сотрудников. В частности, у нас имеется небольшой комплект водителей пожарных автомобилей. Ну, если молодой человек пожелает, может обратиться в ГУДепартамент по чрезвычайным ситуациям МИРА-14 в отдел кадров, может обратиться. У нас идет набор от 18 до 35 лет ограничения, да. Есть определенные требования. Необходимо пройти тест по госслужбе. Соответственно, медицинский осмотр должен военно-врачебную комиссию пройти. Служба в армии обязательно. Это обязательно? Обязательно служба в армии, да. Образование? Образование для пожарных, если это средне-техническое, а для офицерского состава, то высшее образование техническое должно быть. Но стаж работы никакой не надо? Нет, стаж работы не нужен. Вот сейчас на стадии, если пожарным, можно пожарным, водителем. Если категория есть, категория Б, Ц, ну, то есть право на вождение грузовых автомобилей. Можете обратиться на МИРА-14. На МИРА-14 надо подойти, да. На МИРА-14 ГУД, департамент по чрезвычайным ситуациям. Отдел кадровой работы там разъяснят, дадут памятку, объяснят по критериям, как подходит, не подходит. В принципе, мы ждем всех. Ну, хорошо, спасибо. Все так доходчиво объяснили. И вот уже поднимали вопрос о технике. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет небольшой, и дальше продолжим наш разговор. В Павлодарской области каждый день несут службу более тысячи спасателей и пожарных. В нашем регионе уделяется особое внимание созданию комфортных условий для их работы. Очень приятно, что в преддверии нашего праздника мы получили 5 единиц техники в соответствии с конкурсом. Это одна тяжелая, то есть 8 тонн, и 5 средних, по 5 тонн. Но в начале года мы получили еще, кроме этого, это все за счет местного исполнительного органа Акимата области. Они выделяют нам средства. Вот уникальный автомобиль «Урал-Некст» мы приобрели. И еще приобрели две тяжелые, два КАМАЗа по 8 тонн, и одну, значит, по 2,5 тонны на базе КАМАЗа тоже. На нужды департамента Акиматом области за последние два года выделено более 1 миллиарда тенге. Оснащение доведено с 50% до 72%. Благодаря этому показателю работа спасателей и пожарных стала еще эффективнее. Вот прозвучало 72%. То есть все-таки какой-то техники вам не достает, да? Скажите, пожалуйста, вот чего не хватает? Техники, во-первых, не хватает пожарной. Очень, скажем так, техника устаревшая. Сейчас необходимо ее дооснащать. Кроме того, нам нужны аварийно-спасательные техники. Это для спасателей, которые, вы видите, выезжают на вскрытие дверей, спасают людей с верхних этажей зданий. Такая техника. Кроме того, нужна техника для водолазной подготовки, для кинологов. Для каждого направления работы везде нужна своя техника. Ну, кроме техники, нам также нужен и аварийно-спасательный инструмент, оснащение. Тоже катастрофически не хватает. Вроде цифра 30%, 25% вроде и небольшая такая, но реально это очень бьет по подготовленности спасателей. Потребность имеется, да. Потребности очень большие. Ну, тем не менее, я бы хотел тут добавить, Олег Юрьевич, да. У нас ежегодно по местному бюджету мы по 3-4 техники единицы закупаем минимум. Это вот в этом году, вот как начальник департамента сказал, мы получили 5 единиц, потом 2 единицы техники. Вот сейчас разыгрался госзакуп, да, приобретаем автомобиль, спасательный автомобиль на базе «Газеля». Это для спасателей. Также на следующий год у нас еще запланировано. То есть у нас ежегодно идет обновление. Это все за счет местного исполнительного органа, за счет Акимата Павлодарской области, за бюджет. Хотелось бы тут объяснить, мы имеем два бюджета. Как с республиканского бюджета мы получаем, с МЧС, так и с Акимата. Также в этом году еще по республиканскому бюджету запланировано еще 7-8 единиц техники пожары. То есть ежегодно у нас со временем идет комплектация. Почему? Потому что у нас во многих районах машины уже 80-90-х годов, а устаревшие, да, обновления. Но вот на стадии вот сейчас современной машины мы ежегодно... Почему мы не можем сразу обновить парк? Потому что это специальная техника, а эта специальная техника, она очень дорогая. В связи с этим, то есть постепенно мы приобретаем ежегодно. Есть дорожная карта, она утвержденная правительством, имеется дорожная карта и распределена по каждой области республики. Есть определенные, ну, единицы мы приобретаем. Когда планируете закрыть на 100%? Ну, на 100% закрыть, наверное, говорить, что мы закроем на 100%, это, наверное, даже не совсем корректно будет. Потому что техника стареет, выходит, появляется что-то новое, вот как... У нас срок эксплуатации техники как минимум идет 10-12 лет. 10-12 лет, это специальная техника, ее срок эксплуатации 10-12 лет. А вот сейчас сказали, Урал-Некст, это что за машина? Это Урал-Некст, это вот современный вездеход, то есть современный Урал, то есть произведенный, как бы это, по новой технологии, там, все электронное оборудование, все, то есть по последнему этому. Современный транспорт, высокопроходимый, большая емкость для... Данный автомобиль у нас находится в Железинском районе, в пожарной части Железинского района, в Железинском районе отдаленный, да, очень хороший для дальних... Это вот во время уранов, снежных заносов, да, вот, высокопроходимое. Он также осуществляет функцию, то есть, ну, отбуксировать, выехать на трассу, то есть при каких-то чрезвычайных ситуациях в зимних условиях. Ну, в идеале, конечно, такой Урал, наверное, нужен нам везде, да? Везде, да. А вот Байнау, у нас там горы, там есть такая машина? Да, у них тоже имеется Урал, но у них не такой современный, но, тем не менее, тоже высокопроходимая техника. У нас в каждом пожарном подразделении имеется высокопроходимая техника. Нет такого подразделения, где нет высокопроходимой техники. Высокопроходимая техника – это у нас Уралы и КамАЗы. КамАЗы подразделяются как высокопроходимые и, то есть, ну, как обычные КамАЗы. Все понятно. Олег Юрьевич, давайте еще раз остановимся вот на пунктах обогрева. Чем они будут оснащены, где они будут располагаться? У нас есть вот инфографика по пунктам обогрева, тоже можно ее на экран? Чтобы вы понимали, какие цифры там. Вот 181 пункт. Где они будут располагаться? Ну, все пункты обогрева располагаются вдоль трасс республиканских и вдоль дорог республиканского местного значения. Это какие-то кафе, какие-то столовые, какие-то, скажем так, медицинские пункты. Хочу еще добавить, что у нас вдоль трассы, едем как в Астану, есть трассовые медицинские пункты. Я не знаю, наверное, кто ездит в Астану, видит, это синяя крыша, белая здания. Калкаманы есть, в Шедертах есть. Стоит указатель, что это трассовый пункт. Кроме того, мы используем наши вахтовки. Они как пункты обогрева выезжают. Есть специальные кунги для отопления ставятся. Кроме того, в системе 2ГИС у нас забиты 3 населенных пункта. Это ЖТКШИ, Ленинский и Кенжиколь. Можно набрать в Тугисе и выйдут эти населенные пункты, что там есть обогревы. Кто едет, вот человек, он может это использовать, современное, скажем, это все. Всего у нас 181 пункт обогрева, где-то они рассчитаны на 15 тысяч человек. Если что-то случается, если, например, рядом находится кафе, это пункт обогрева, договора уже заключены с хозяином. По прибытию туда людей обеспечивают горячим питанием, при необходимости предоставляют ночлег. Все вот это обговорено. Это уже все готовится? Да, это все есть. И так что, если человек попадает в такую нехорошую ситуацию, мы идем всегда навстречу, помогаем. А вот мобильные пункты, это ваши уже чисто, да? Да, да. Это вот на базе КАМАЗов в Ахтовке. Они проезжают в дальние районы, где тяжело пройти. Высокопроходимая техника на базе КАМАЗа, как мы сейчас говорили. Вот, ну, мини-автобусы, скажем, с обогревом, где лежат одеяло, есть какие-то сухпайки. То есть могут пробиться, оказать помощь, вытащить технику, ну и людей спасти. Вот все направления вы охватили, а вот в сторону Омска что-то не услышала. Там тоже есть у нас. Да, 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 есть. Сейчас я даже... Так. Это Теренколь, да? В сторону Теренколя, да. Теренколь, Железенко. Да, то же самое там имеется в придорожные кафе. Также в населенных пунктах. Если вблизи населенных пунктов, в основном мы используем общеобразовательные учреждения, либо больницы, да, либо детские сады, вот такие спортзалы. Разворачиваем там пункты обогрева. Все понятно. А вот почему-то тоже по этой трассе нет вот этих вот медицинских пунктов трассы. Ну, по республике у нас всего 40 таких трассовых пунктов, и они в основном располагаются на трассах республиканского значения. В планах, скажем так, государства есть расширить эти все, потому что они трассовые пункты, они себя оправдывают. Они как бы, правило золотого часа, наверное, слышали такое есть, что спасти человека, вот... Оказать первую помощь. Оказать первую медицинскую помощь, вот, в пределах этого золотого часа. То есть мы успеваем спасти человека. И они расположены, скажем так, в 50 километрах плечо доставки. Через каждые там 50 километров в ту сторону, в ту, в ту, они располагаются. Оснащены они, реанимобиль у них специальный есть, есть рядом вертолетная площадка, если вдруг какие-то большие дорожно-транспортные происшествия, вызывается вертолет, и пострадавших можем сразу куда-то там вывезти в лечебное учреждение. Они тоже готовятся к зимнему периоду? Да, обязательно, обязательно. Их также можно использовать, не можно, а используются они как пункты обогрева. Теплые помещения, хорошие, с кроватями, могут людей встретить, напоить горячим чаем, сухпа и прочее. Хорошо, к трассам еще вернемся. Мне кажется, еще вот одна такая глобальная зимняя проблема, это, конечно, печное отопление. И пожары связаны именно с печным отоплением. Поэтому такой вопрос, как здесь будете решать? Да, как вы уже все знаете прекрасно, что отопительный сезон у нас начался, и, соответственно, жилой сектор начинает топить печки. И в основном у нас в зимний период возникают пожары по причине, в основном, при эксплуатации, также при монтаже отопительной печи. Для того, чтобы предотвратить пожары, чуть я вкратце статистику скажу, у нас уже с начала отопительного пожара, в жилом секторе уже произошло 23 пожара. Ущерб составил более 1 миллиона. Это вот уже с 15 октября? Да, вот с этого года, да. Уже в результате пожара у нас погиб один человек, это в городе Экибастуза. Также имеются также травмированные люди, бывают, ну, возникают, бывают такие случаи, травмируются люди от отравления угарным газом. То есть получают угарный газ, отравление происходит. Но в этом году, так же, как и в прошлом году, по этой причине не зафиксированы. Ну, отопительный сезон только начался. Отопительный, да, сезон только начался. Пока еще сильные не топят. Да, в основном, да. И вот зимний период в основном у нас в жилом секторе проходит по причине, как я сказал, нарушения эксплуатации отопительной печи. Также происходит пожар по причине нарушения монтажа электрической проводки. Это, то есть, где-то какие-то скрутки, неисправная проводка, короткое замыкание происходит. Соответственно, в результате чего происходит пожар, также происходит гибель. Бывают случаи у нас в основном, неосторожное обращение с огнем, курение в постели в нетрезвом виде. Есть такие моменты, очень много таких, которые выпивают, есть неблагополучные, которые, ну, живут, не работают, пенсионеры старые выпивают. Ну, Карат Денинс, ваша вот функция, она больше профилактическая, да? Да, у нас, да, функция... Никаких же вы не можете применять каких-то карательных мер, у вас только профилактическая. Да, я хотел, да, вот вы чуть-чуть опередили, я хотел к этому прийти, что вот в жилом... Соответственно, сообщают, что у нас есть телефонный звонок, давайте примем и потом продолжим эту тему. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, у меня касательно вопрос по зимнему периоду. Вот, вот, в сторону города Астана есть трассовые медико-спасательные пункты. Вот, что они делают, и если вот они участвуют в ликвидации вот этого зимнего периода, они готовы к зимнему периоду? Видимо, наш телезритель только подключился к нашему разговору, да? Вы так коротенько еще раз объясните. Ну, в сторону Астаны, если едем, там два у нас медицинских пункта. Один возле Калкамана, другой Шедерты. Полностью укомплектованы, готовы к зимнему периоду. Состоят они из пяти человек. Имеется ренеомобиль, аварийно-спасательный инструмент, медтехника, медимущество. Значит, кто там? Врач, фельдшер, диспетчер, спасатель и спасатель-водитель. Они оказывают квалифицированную помощь пострадавшему и обеспечивают ее доставку в специализированные учреждения. Готовность к зиме у наших трассовых пунктов 100%. Спасибо. Радзе, Динович, давайте продолжим наш вопрос. Да, у нас, как вы знаете, при жилой секторе у нас не профилактируется. В частности, не осуществляются проверки, не выписываются штрафы, не выписываются предписания по линии государственного пожарного контроля. Единственное, что мы по жилому сектору ходим, это разъясняем, проводим разъяснительную, профилактическую работу населению. То есть, как соблюдать правила пожарной безопасности при использовании жилого сектора или жилого дома. Тут же идет комплекс, и как использовать электропроводку, как эксплуатировать отопительную печь. Выдаем рекомендательного характера памятки, смотрим внешний осмотр, даем рекомендации. Но если же уже произошел пожар по вине хозяина, произошел пожар на вашем жилом доме, нарушения правил пожарной безопасности выявлены, из-за чего причина. Мы, то есть, привлекаем к одному ответственность сразу хозяина. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена статья 410, как часть 1, часть 2 предусматривает от предупреждения до 15 МРП. Это для физических лиц. Есть какие-то данные, сколько уже человек наказали за такие нарушения? Ну, вот, сейчас хотелось бы остановиться. Вкратце у меня есть данные. Вот, административность. За допущенные пожары в отношении физических лиц составлено уже 14 административных протоколов. Части 1, 410. За нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования 7 случаев. И нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи тоже 7 случаев. То есть, у нас 2 случая. Одна проводка, вторая эксплуатация печи. Здесь, почему по причине печи происходит? В основном у нас по причине неправильный монтаж отопительной печи. Когда устанавливают печь, не соблюдают разрывы. То есть, от горючих материалов, то есть, расстояние неправильно. Также и при эксплуатации. Бывают, сушат дрова на печке. Используют горючие материалы. Бензин, солярку. Это все является нарушением? Да, это все является нарушением. Вот мы знаем, что вы такие памятки раздаете, да? Да, вот рекомендации при использовании отопительной печи. Вот перед началом эксплуатации отопительной печи должны проверить и отремонтировать. То есть, перед началом отопительного, потом в ходе отопительного периода должны раз в 3 месяца очищать дымоход сажа. Чтобы не забивалось от сажи, потому что мы же топим буглем, и сажа собирается. Соответственно, забивается дымоход, и человек получает отравление угарным газом. Радзий Динович, вновь вас прерву. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте примем. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Вот у меня вопрос касаемо зимнего периода. Возможно, вот на автодороге Павлодар-Нур-Султан, вот не раз замечал, имеется трасса медико-спасательные пункты, они называются, если не ошибаюсь. Вот можно ли в них останавливаться? Вот если вот плохая видимость, то есть невозможно проехать, как-то там переночевать. Возможно ли в этих пунктах? Спасибо. Переночевать это уже? Если застали в ночь, и дороги закрыты, вполне можно остановиться, переночевать, если трасса закрыта. Но если просто едешь и заехать отдохнуть, для этого трассовые пункты не предусмотрены. То есть должна быть уже веско-объективная причина? Да, закрыли дороги с той и с той стороны, человек остался, скажем так, в поле, некуда остановиться, он может заехать. Хотя шедерты открыты, можно с этой стороны Калкаман тоже проехать. В шедерках есть пункты, при дорожный сервис там работает. Там несколько кафе вдоль дороги. А так, если уже прям безвыходное положение, конечно, вас не выгонят, встретят. В экстренном случае, да. Окажут помощь, все это сделают. Надо понимать, что только в экстренном случае. Обязательно, обязательно. Радий Денисович, продолжим. Да, я хотела вот такой вопрос задать. Вот буквально вчера загорел частный дом по Абая. Есть предварительная версия уже пожара? Да, действительно, вчера 7 ноября в 18.20 на пульт поступило сообщение о возгорании в трехкомнатном жилом доме в город Паводар по адресу улица Абая, 289. Происходило камышитовый дом, происходило горение деревянной конструкции кровли, также частичное обрушение, там также горение домашних вещей, мебель. Там по предварительной причине идет неосторожное обращение населения с огнем. То есть хозяйка оставила зажженную свечу, открытый огонь источника, открытый огонь, предварительная причина. Но пока процессуальное решение не принято по данному вопросу, потому что он буквально в течение суток, у нас время есть, досудебное расследование проводится, принятое решение будет в течение суток. Понятно, то есть уже завтра вы уже конкретно скажете, в чем была причина, но все-таки это человеческий фактор. Это человеческий фактор, это неосторожное обращение с огнем, то есть она открытый огонь оставила свечу. Вот потом вы сейчас тоже вот эту тему затронули, что у нас в принципе нет печников хороших, квалифицированные кадры. Их никто не готовит? Да, действительно, на сегодняшний день у нас имеется такая проблема, что отсутствуют квалификационные печники, которые обслуживают печи. Будем говорить, все производят, допустим, хозяин сам. Как чистить домовую трубу, как ремонтировать все это, как говорится, своими силами, кто на что гораздо знает. Этот вид работы также не лицензируется, нет конкретных требований. Вот эта проблема действительно, она имеется. Жители, когда строят частные дома, ну если был бы квалифицированный специалист, конечно, можно было бы вызвать его, и он сделал бы как правильно, отремонтировал печь, или сделал бы. Или же, допустим, у нас проблема очистить дымоходы. Ну, сейчас это возобновляется потихоньку, есть такие фирмы, частные фирмы, которые на этом практикуются. Есть дымосос, они с дымососом, если вы видели, есть такие частные фирмы. Не всем по карману эта услуга, это очень дорого берется. Да, дымососом он приходится, частные фирмы, частные организации, они сами оказывают услуги в частном порядке. А не выходили вы из положения, там, в колледже готовить печников, как-то вот эту профессию все-таки возродить? Не было таких? Да, да, да. Этот вопрос, наверное, более не к нам, наверное, это более... Вот тоже вывели, вот мы, вашу статистику, и вот такой вопрос. Вот столько-то домов эксплуатируется с нарушениями, какие меры вы к ним можете принять? Ну, здесь, я как ранее уже сказал, по жилому сектору, да, у нас имеется план мероприятий ежегодно, перед началом отопительного периода, разрабатывается план, утверждается, в каким области нашим департаментом разрабатывается, утверждается. Здесь, согласно этого плана мероприятий, задействованы все государственные органы. Жилы, инспекция, электрики, пожарные, медслужба, да, местная полицейская, да, комплексная, мы проводим рейдовые мероприятия по жилому сектору. В первую очередь мы обходим жилой сектор, где имеются социально уязвимые слои населения. Это ветераны, бабушки, пенсионеры, малоимущие, одинокие живущие. С нами также участвует сотрудник социальной соцзащиты, управление соцзащиты, да. В первую очередь мы берем категорию вот это, перед началом отопительного периода, вот эти список берем и согласно этого списка обходим эти дома, инструктируем, объясняем, вручаем памятки, даем какие-то рекомендации. Потом уже через определенное время заново проходим и перепроверяем, устранили, не устранили. Но, наверное, все равно невозможно все частные дома обойти. Нет, почему? Вот мы по возможности обходим, за весь отопительный период мы охватываем 100% жилых домов. Потому что, допустим, по городу Павлодара у нас подразделение УЧС города Павлодара, они обходят. По районам у нас есть отделы ЧАЭС, пожарные службы. Мы также, как его, привлекаем пожарных наших, которые свободны от смены, привлекаем по дворовому входу разъяснения. То есть наш пожарный, вот он сутки отработал, после суток отдохнул, там один день они выходят, определенные распределения территории есть, они обходят по дворовому входу. Разъяснительную работу среди населения рекомендательного характера дают. Но привлечь к адм ответственности за нарушения в жилом секторе мы не имеем права. По законодательству, по закону о гражданской защите не предусмотрено. Только в случае, если по его вине, за нарушение правил пожарной безопасности произошел пожар. По факту пожара. То есть уже только когда? Только по факту, когда произошел. Если, допустим, по объектам брать, у нас мы планируем объекты высокой степени, это будем говорить школы, больницы, объекты с массовым пребыванием, где-то производственные объекты, крупные. Если мы их планируем ежегодно, проверяем планово, выявляем нарушения, привлекаем к адм ответственности, даем предпоследствия, устанавливаем срок. Если же он не исполняет, мы направляем материалы в суд для применения, так же как к административности, так же при остановлении деятельности. В этом случае в жилом секторе только профилактический контроль. Ну, уведомительного характера профилактический контроль. Ну, мы вот знаем, что вы каждый год, вот как одна из профилактических мер, это установка датчиков, да? Давайте посмотрим сюжет, а потом продолжим разговор. В дом устанавливается всего один такой датчик, преимущественно рядом со спальней. Они начинают пищать, как только фиксируют превышение нормы угарного газа. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям совместно с волонтерами обходят дома по списку, заглядывая в жилища многодетных, малообеспеченных или пожилых людей. Здравствуйте. Здесь вы топите, здесь дыма очень много будет, в связи с этим он будет срабатывать у вас постоянно. Поставим ближе к спальню, где вы спите. Эти датчики устанавливаются абсолютно бесплатно, а самое главное – по желанию самих жителей. Работают на трех батарейках. Как говорят специалисты, их хватает на год непрерывной службы. Ну, вообще-то, конечно, это датчики хорошо, чтобы сразу, видать, было, посмотрел на них, на датчики, видать, есть угар или нет дома угара. Ну, я думаю, что это правильно, что датчики устанавливаете. Виктор Васильевич проживает в этом доме уже более 40 лет. За это время ничего плохого не случалось. Однако, профилактика лишней точно не будет. Такой же датчик установили и его соседям, жителям дома по улице Дальневосточная. Все надо будет замазывать вам. Да, это я замазывал. И вот, видите, вот отсюда вот, вот это вынимает, вот это вот. А, постоянно, да? Да, постоянно. Кроме датчиков, этой семье также подарили напольную плиту. Старая была слишком мала и не соответствовала общепринятым стандартам. Сотрудники управления ПЧС города Павлодар напоминают, в период отопительного сезона надо быть особенно внимательными, приводить в порядок сами печи и следить за уровнем угарного газа. И сразу, конечно, такой вопрос, кому бесплатно устанавливаете датчики? Вот, хотел пояснить, что вот в этом году у нас уже установлено более 100 датчиков по области. И в первую очередь мы устанавливаем социальные уязвимиями. Это у нас, как я ранее сказал, пенсионеры, одинокопроживающие, малоимущие, инвалиды. Вот эти категории. Датчики устанавливаются за счет средств местного исполнительного органа. Это у нас акиматы городов-районов. Они приобретают через соцзащиту. Мы выезжаем, выявляем и этим всеми устанавливаем. Кроме этого, у нас есть неправительственные организации, всякие, ну, ТО, общественные объединения, которые изъявляют желание, будем говорить, социальная защита населения. То есть изъявили желание, вот, к примеру, у нас в прошлом году очень много изъявили желания производственные организации, предприятия, которые, вот, подарили акимату где-то 100 датчиков, где-то 50 датчиков, кто-то 20 датчиков. То есть это, ну, на добровольной основе. И наши сотрудники устанавливают это все, фиксируют. И, как правило, вот эти датчики себя зарекомендовали очень с положительной стороны. Очень много. У нас в прошлом году в Павлодаре был один случай, что он, как бы, спас семью, сработал датчик семью. Да. В этом году уже по республике у нас в двух-трех областях уже по телевизору показывали. Предотвратил, будем говорить, отравление угарным газом. Очень хорошая подспорья этот датчик угарного газа. Хотелось бы для населения обратиться, как раз пользуясь случаем, если где есть сильная, ну, печку топят сильно, где в жилом секторе, использовать эти датчики угарного газа. Они везде есть. Сколько стоят? И в соцсетях. Ну, они недорогие. Где-то около трех-четырех тысяч стоят. То есть, в принципе, по карману. Да, она по карману. Три-четыре тысячи стоит он где-то с датчика. И этот установить, он очень хорошая вещь помогает. Поэтому хотелось бы рекомендовать жителям использовать, обезопасить себя. И тут же хотелось бы, как бы, не надеяться на датчик. В первую очередь, это исправность отопительной печи. В первую очередь. Замазать трещины, чтобы дыма не было отравлений угарного газа. И очищать от сажи дымоходы. Спасибо за рекомендации. Олег Юрьевич, хотелось бы вам такой вопрос задать. Вот мы знаем, что уже до этого зима была, предыдущая зима. На трассе в Астану всегда было очень много снежных заторов. Какие-то выводы сделаны? Ну, естественно, после каждого зимнего периода проводится разбор, выявляются узкие места, закупается либо новая техника. Вот, к примеру, по Мира, сейчас Олжибай-Батыра улица. 28 октября Акимат, точнее, города Павлодара проводил смотр техники и готовность к зиме. Проверяли они снеговоборочную технику от Горкомхоза и Холдинг Транспавлодар. Было выставлено где-то порядка 70 изнец техники. Вся техника, скажем так, новая, не более пяти лет. Предназначена для расчистки заносов и пескоструйности, для разброса песка. Так что, в принципе, город Павлодар готов к проведению всех этих мероприятий по очистке дорог. И обещаете, что вот таких не будет заторов, колонн никогда стоялись? Я не могу обещать. Это как природа-матушка, но, по крайней мере, техника в готовности, чтобы расчистить, и не было каких-то катаклизмов, и люди не оставались на дорогах. Кроме этого, как вы знаете, у нас есть программа Дармен. Постоянно идут штормовые предупреждения. Люди почему-то самонадеянные, скажем так. Я вот проскочу, предупредили, хоть будет Буран, будет мороз, выезжать не рекомендуют. Но все-таки обязательно находятся 5-6 человек, которые едут в Буран и думают, что проскочат. И чаще всего они попадают в какие-то чрезвычайные ситуации, с ними происходит. И поэтому приходится задействовать людей, их искать, отправлять технику. То есть большой кладезь работы проводится, чтобы спасти одного другого человека. Ну вот сегодня уже были сообщения полицейских с призывами не выезжать. Не выезжать, да. К сожалению, выезжают, попадают в такие ситуации. Получается, у нас нет механизма все-таки наказания для таких водителей? Ну наказание, если ставится непосредственно пост полиции, что нельзя выезжать. Люди объезжают. Если этого человека останавливают за нарушение правил безопасности, то уже тут, естественно, штрафуют, наказывают. А так, как такового механизма, что вот он выехал, и тут такого практически нет. А вот еще раз про это приложение расскажите, чтобы все люди знали. Это приложение Дармен. Можно, как он... На сотовом телефоне. Можно на телеприложение скачать и так далее, да, через... Те же самые будут штормовые предупреждения о закрытии дорог. Все это будет проходить на телефон человеку. Кроме того, там есть различные какие-то ситуации, как действовать человеку при этих чрезвычайных ситуациях. На воде, в зимний период, летом от жары. Там все это расписано и дается. Приложение очень хорошее. Хорошее приложение. Если поставить, то многие очень вопросы снимутся у людей. Реклама уже, скажем так, уже была. Афишировали, говорили. Но сейчас вот пользуюсь случаем, повторно еще говорим об этой программе. И хотелось бы еще раз, чтобы вы озвучили телефоны, куда можно звонить в случае, вот если, не дай бог, попадешь в такую ситуацию. Телефон единый, 112. Это постоянный центр, постоянно люди сидят, они озвучены, они знают, как действуют, что куда-то направят, сделают. Так что, пожалуйста, звоните. Кроме этого, есть по 101, у нас номер есть 101, это при пожарах. Два телефона? Да, два телефона, да. Ну, в принципе, и по всем частям тоже можно звонить. Но сегодня, мы знаем, 112 функций расширились, да, они там вообще скоординированы со многими службами. Да, единую диспетчерскую службу сейчас делают при исполнительном органе, при местном. Ну, вот сейчас пока пробный вариант. Пилотные проекты. Пилотные проекты. Ну, думаю, что это будет все хорошо. Уже в других областях Казаларди, Атерау отработано. Вот, я думаю, мы справимся, сделаем, что будет одна у нас служба. Единная служба. Объединить всех и пожарных, и полицию. И было бы очень удобно. Да, да. В один единый звонок позвонили, туда уже распределяется. И там уже диспетчер распределяет. Да, диспетчер распределяет. Медики, медики, спасатели, спасатели, полиция, полиция, ЖКХ, ЖКХ. И хотелось бы в конце эфира все-таки на приятной такой ноте закончить. Вот вы до этого в разговоре говорили, что пожарным все-таки обещают поднять зарплату. Будет, когда это будет, на сколько поднимают. Потому что у вас очень много, да, я так поняла, магнатных мест. Да, как вы все знаете, да, вот последние случаи в Костанайской области наш глава государства дал поручение конкретное пересмотреть как оснащенность сотрудников гражданской защиты, подразделения МЧС, так и же заработную плату, поднятие заработной платы, какие-то льготы, выплаты, сухпайки. Сейчас на стадии это все разработки, пересматривается, будет постановление, это все в законодательном уровне все определится. И я думаю, с 1 января 2023 года нам вообще должны поднять зарплату от категории зависимости до 60-70%. Да, от 60-70% в зависимости от категории. В первую очередь будут поднимать именно пожарным, которые непосредственно, ну, то есть сотрудников, рядовому составу, именно рядовому составу, потому что у нас рядовой состав, очень низкая зарплата, в среднем где-то 120-15 тысяч получается зарплата. Нам сообщают, что до конца эфира осталось совсем немного времени, у вас есть возможность еще раз призвать наших телезрителей быть бдительными в зимний период. Ну, хотелось бы обратиться к населениям, пользуясь случаем, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительными в зимний период, не допускать каких-либо чрезвычайных ситуаций, быть дисциплинированными населениями и оказывать содействие сотрудникам гражданской защиты. И если дают штормовое предупреждение, уважаемые телезрители, не выезжайте, оставайтесь дома. Если вас застигло в дороге холод, буран, то желательно, если вы езжайте с собой, чтобы обязательно были теплые вещи. Не попадайте в чрезвычайные ситуации, всем крепкого здоровья. Я благодарю вас за содержательный разговор. Надеюсь, зима пройдет без ЧП. Без ЧП, да. До следующих встреч, приходите к нам почаще. Уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok